Во время получения очередных данных с Красной планеты исследователи американского ведомства увидели неизвестный объект, который визуально напоминает лицо человека. На этот счет начались дискуссии, что это может быть. Снимок был сделан космическим аппаратом The MIS, Thermal Imaging System, который находится на орбитальной станции Марс-Адесе. На сегодняшний день ученые говорят о том, что это рельеф марсианской поверхности, который визуально напоминает человеческое лицо. Сходство с очертаниями людей и является уникальностью данного снимка. Фотографию из The MIS, Thermal Imaging System, ученые разместили в журнале Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса. Снимок подписали, видишь ли ты тоже, что вижу я. А ученые и пользователи сети видели действительно разные вещи. С момента запуска в 2001 году космического аппарата Марс-Адесе ученые неоднократно получали снимки с поверхности Красной планеты, которые вызывали огромное количество споров в научных кругах. Основная цель работы установки исследования ледяных покровов на полюсах Марса, поиск минералов на поверхности планеты и изучение ее геологического строения. Эти моменты приблизят ученых к разгадке, можно ли колонизировать Марс. Однако оказалось, что Марс-Адесе нашел куда больше информации, чем предполагали его создатели. В СМИ то и дело появляются сведения о том, что на Красной планете фиксируют подозрительные объекты. Так совсем недавно марсоход Curiosity зафиксировал очередной предмет на поверхности планеты, который визуально напоминал останки живого существа. Это навело ученых на мысль о том, что на Марсе действительно существовала жизнь. В 1976 году, благодаря станции Викинг ученым удалось получить снимок, который в очередной раз поверг человечество в шок. На фото видно человеческое лицо. Однако скептики поспешили развенчать слухи об облике, присущем представителям нашей цивилизации. По мнению специалистов, это не более чем игра света и тени на рельефе Марса. Свою лепту в создание такого снимка, внесла и камера аппарата, которая была размещена слишком низко, что создало нужный эффект. Еще одной научной сенсацией стали снимки неких марсианских цветков, то есть предметов, которые выдвинуты над поверхностью планеты и имеют яркий цвет гранулообразного вида. Однако ученые объяснили, что это посадочные модули, которые оставляют после себя космические аппараты. Собрав все сведения о Марсе с помощью снимков, ученые озвучили гипотезу о том, что раньше на Марсе была жизнь. Однако в результате извержения нескольких вулканов к ряду, живые организмы попросту погибли. Эту теорию подтверждают снимки вулканов с застывшей лавой, которые недавно появились на официальном интернет-ресурсе НАСА. Одни из них, так называемый марсианский Ниагарский водопад, очень поход на одноименный земной природный объект. Критики в свою очередь поспешили опровергнуть теорию о вулкане и сообщили, что на самом деле это голова гигантского животного, которая раньше обитала на Красной планете. Примечательно, что на Марсе находится огромное количество вулканов, которые относительно молодые, более древних природных объектов на планете не зафиксированы. Это наводит на мысль, куда же они подевались? На Марсе зафиксированы и супервулканы, которые выделяются своей мощностью. Лидером среди всех данных объектом является вулкан Олимп. Он представляет собой гиганта в 540 километров шириной и 26 километров в высоту. Даже сравнивая с земным Эверестом, он больше его в несколько раз. Как и все вулканы на Красной планете, Олимп относительно молодой объект, ему всего около двух миллионов лет. Однако ученые опасаются, что он может проснуться, в любую минуту, что является огромной опасностью для экспедиции, которая намерена отправиться на Марс и пробыть на планете, в течение девяти месяцев. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.